Физкультура и спорт – это здоровье, хорошее настроение и вместе с тем крепкая семья. Любовь к здоровому образу жизни в нашем муниципалитете прививается с детства чаще всего именно в семьях. Популярность семейных спортивных игр «Стартуем вместе» убедительно это подтверждает. Подробности в материале Андрея Вишневского. В престижных и уже ставших традиционными состязаниях приняли участие 18 семей из различных поселений Славянского района. В этом году соревнования начались не совсем обычно, с туристической эстафеты, которая проходила около спортивной школы «Белая ладья». Семьи преодолевали препятствия с помощью специальных дощечек, затем, используя канат, и переносили ребенка с применением подручных средств. Нужно было действовать аккуратно и вместе с тем быстро. Мы всегда стараемся заниматься спортом, любыми видами, и, естественно, всегда мы участвуем в соревнованиях. Большое спасибо, что администрация разрешила проводить на свежем воздухе такое хорошее мероприятие. Мы очень любим ездить и на соревнования, и ездим и на волейбол, и занимаемся спортом. И у нас в Коржевском сделали хорошую площадку спортивную. Мы ездим, тогда тренируемся, ходим. У нас родился третий ребенок, мы тоже с ним занимаемся, ходим на тренажеры. Затем соревнования продолжились в Центре спортивной подготовки «Олимпиец». После жеребьевки семьи приняли участие в состязаниях по настольному теннису и дартсу. Каждая семья, она, во-первых, готовилась к этим соревнованиям. Это же не только настольный теннис здесь проводится, и дартс, и эстафета проводится там. Разные виды спорта. То есть это спортивные семьи, которые показывают пример, как и чем нужно заниматься, как вести здоровый образ жизни. Сегодня у нас проводятся первые соревнования. Стартуем вместе в этом прекрасном комплексе «Олимпиец». Один из видов – настольный теннис. У нас немножко разделены команды, где играют девочки и мальчики. Девять команд мальчиков, девять команд девочек. Они играют по олимпийской системе. И чья команда выиграет в дальнейшем, та будет представлять муниципальное образование «Славянский район» на краевых соревнованиях. В одном из лучших спортивных залов в Кубани были созданы прекрасные условия для соревнующихся. И настроение у участников состязаний было приподнятое. Настроение хорошее, веселое, весеннее. Сегодня погодка хорошая. Семья у нас спортивная. Нас пригласили поучаствовать в соревнованиях. Мы очень рады, потому что уже как немножечко застоялись. Все дома, 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 дома. Немножко размяться. И сейчас вот частенько встречаемся уже с теми семьями, представителями семей, с которыми раньше мы встречались и участвовали. То есть очень, конечно, хорошо. И пообщаться, есть что рассказать, есть что вспомнить даже, с кем-то мы если учились. Легкоатлетическая эстафета, в которой участвовали все члены семьи, должна была поставить победную точку в борьбе за лидерство лучших команд. Это потребовало напряжения всех сил. Эстафетная палочка переходила из рук в руки, приближаясь к финишу, вместе с последним участником состязаний. Эстафета была очень зрелищной и вызвала у соревнующихся незабываемые эмоции. Затем, после подведения итогов, состоялось награждение призеров и победителей. Лидерами среди семей, где ребенок-мальчик, стала семья Митрофановых из прибрежного сельского поселения. И где ребенок-девочка, семья Дорощук из Маевского сельского поселения. Я очень рада, что победила наша семья. Мне понравилось больше всего эстафета. Я очень этому рада, что у нас все занимаются физкультурой и все очень позитивные. Занимайтесь спортом. Что же еще сказать? В общекомандном зачете третье место у команды прибрежного сельского поселения. Второе завоевали спортсмены из Маевского и победила команда Анастасиевского сельского поселения. Конечно, положительные эмоции у всех, кто взошел на пьедестал почета, особенно у победителей, были на высоте. Мы очень рады, что победили в этом соревновании. Мы готовились, занимаемся спортом. И я, и муж, и ребенок нам очень нравятся. Большое спасибо организаторам за данные мероприятия. Общая фотография на память позволит участникам еще не раз вспомнить радостные моменты этих замечательных соревнований. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...